Здесь наблюдают полторы тысячи пациентов. Именно столько в Рубцовске больных туберкулезом. У двухсот из них открытая форма, но в больнице они не лежат. Стационар закрыт с декабря, и теперь медсестры сами ездят к больным через весь город. Больному приезжаем на адрес, он нас ждет, бокальчик с водичкой приготовил. Таблеточки выпил, мы сели, поехали дальше. И так каждый день. Сколько больных так обслуживаете? 32 человека. Каждый день? Каждый день. За таблетками в дневной стационар ежедневно приходит не больше 10 человек. Такое лечение едва ли поможет, убеждены врачи. Соблюдают ли пациенты распорядок дня, как они питаются, неизвестно. Под наблюдением трое. Только три человека уехали в Лебяжинскую туберкулезную больницу, куда перевели круглосуточный стационар. Ну как это так? У кого-то денег нет, у кого-то это, у кого-то, представляете, ехать. Куда-то ехать, либо в Лебяжку, либо ехать. У нас только Лебяжка здесь, который не кажется, шиловолиха там такая, шиловолиха, что там и никто не захочет. Палаты маленькие и ни рентгена, ничего нет. А краевая больница, которая в Барнауле, она уже переполнена. Мы сколько раз звонили, они говорят, что мест нету, забиты уже коридоры. Все. На ремонт этого корпуса потратили около трех миллионов рублей. Здесь всего 15 палат, и в каждой из них могли бы лежать больные туберкулезом. Но теперь все эти палаты пустуют. Причины закрытия Рубцовского туберкулезного стационара называют отсутствие лицензии. Но лицензии нет и у Лебяжинской больницы. У тур-диспансера, у Рубцовского, у Бийского туберкулезная больница Шилоболихи, Лебяжинская туберкулезная больница, никогда не имели и не имеют лицензии на оказание стациональной помощи взрослым больным по профилю в физиатрия. Тут проблема с Роспотребнадзором. Для того, чтобы пролицензировать, нужно выполнить определенные требования, чтобы соответствовали помещения с анпином. Там вентиляции нет, там площади не соответствуют. Но много вопросов, которые Роспотребнадзор выставляет в качестве требований. Но с анпином, судя по всему, соответствует поликлиническое отделение тубдиспансера, несмотря на аварийное состояние. Люди продолжают ходить туда на прием и работать. Правда, после закрытия стационара штат больницы сократили. Сокращение сотрудников, потому что пищеблок закрыт, не нужно кормить больных. Вы снизили зарплату. Работники говорят, если они работали в стационаре и получали по 17 тысяч, то сегодня при закрытии стационара они получают прожиточный минимум 11 тысяч с чем-то. И санитарки, и медсестры. Но я не буду говорить о врачах. Пообщаться с пациентами не удалось, потому что теперь они сидят дома. Или ходят по Рубцовску. А это настоящая бомба замедленного действия. Дарья Эдемилер, Николай Шелко. День с толком.